Новое постановление от Кабинета Министров Украины, особенно серии энергоснабжения, вводят в трепет. Говорю без всякой иронии. Вот последний документ по этой тематике, опубликованный на правительственном портале. Цитирую. Учитывая социально-политическую и экономическую ситуацию, которая сложилась в государстве и с целью обеспечения экономии природного газа, на заседании правительства 9 июля текущего года было принято постановление Кабинета Министров Украины о стимулировании потребителей природного газа и тепловой энергии к переходу на электроотопрение и горячее водоснабжение. Что же предлагает правительство Украины? Зачитываю. Указанное постановление предусматривает установление льготного тарифа на электрическую энергию для небытовых потребителей, которые осуществили мероприятие по замещению природного газа на электрическую энергию, использованную для отопления и горячего водоснабжения в случае наличия отдельного коммерческого учета. Ясно, что проблемы с поставками голубого топлива, вероятнее всего, не решить обещанными европейцами реверсами. И тогда начался поиск замены энергоносителя в самой стране. Нашли электроэнергию, о чем, кстати, мы не раз говорили в эфире телекомпании «Град» как о возможном альтернативе российскому газу. Ладно, лучше позже, чем никогда. Удивляет вот что. Все мы были свидетелями недавнего решения Кабмина об увеличении тарифов на электроэнергию, в том числе и для населения. Сегодня, читаю, предлагается установить тариф на электрическую энергию на уровне единого розничного тарифа на соответствующий месяц для потребителей второго класса с коэффициентом 0,7. А при наличии у небытовых потребителей дифференцированного по периодам времени учета электроэнергии, ставки тарифом на электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения, для каждого периода суток, ночной, дневной, полупиковый, пиковый, определяется с применением соответствующих коэффициентов к вышеупомянутому тарифу. Все это замечательно. Но вот вопрос. Как за оставшийся промежуток времени перед началом отопительного сезона в СИЗО за каких-нибудь 2,5 месяца так называемым небытовым потребителям обустроить технический переход на подогрев теплоносителя электричеством? И кто этим сегодня способен заниматься в Украине профессионально, а значит ответственно, без последствий в виде аварии? Более того, возникают и следующие вопросы. Насколько готовы сети, линии электропередач, говорю не о магистральных, естественно, к такому переходу этих самых небытовых потребителей на подачу электричества на объект? Кто будет заменять такие линии на современные, а главное надежные в эксплуатации, учитывая все возможные капризы погоды? Не забыло наше правительство и население. Вот что говорится в постановлении Кабмина Украины на этот счет. Для населения, проживающего в домах, квартирах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками с 1 октября по 30 апреля включительно, ежемесячно потребленный объем электрической энергии увеличивается с 3600 до 5000 кВт-часов включительно, без изменения уровня действующего тарифа. И тут есть вопросы, а каким тарифом будет проходить расчет оплаты за использование электронагревательных приборов, электрокаминов, к примеру, для тех граждан, которые не проживают в домах, оборудованных электроотопительными установками? По принятым ранее тарифам, тогда такой переход из газа на электричество точно не простимулирует обывателя на переход на новую систему отопления. В принципе, есть одна радостная деталь, которую стоит отметить, изучив это постановление. Одессе стоит всерьез подумать о том, как в историческом центре осуществить строительство домовых электроотопительных установок. Между прочим, руководствуясь с принятым документом, уже на ближайшие сессии городского совета можно было бы вынести, пусть еще в сыром виде, но проект предложений по этому вопросу. Хотим мы того или нет, но поиски замены газа на другие источники энергии искать надо. Хотелось бы, чтобы Южная Пальмира в этом вопросе оказалась в рядах пионеров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...